Спустя два месяца после начала войны в Газе, США все еще настаивают на том, что Израиль убивает слишком много палестинцев. Но администрация США и сама находится под давлением. На этот раз со стороны беспрецедентного числа собственных чиновников и членов Демократической партии, протестующих против поддержки войны со стороны президента Байдена. Арон Дэвид Миллер, бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США, он говорит, что тайминг для президента сейчас неудачный. Если бы это все происходило в октябре 2024 года, я думаю, это оказало бы очень значительное влияние на выборы, где разрыв обещает быть небольшим. Сейчас Миллер работает в фонде Карнеги за международный мир и имеет большой опыт в ведении переговоров с Израилем и палестинцами. Что он думает о военной тактике Израиля и о том, какая страна может появиться в результате этого конфликта? Арон Дэвид Миллер, добро пожаловать в конфликт-зон. Тим, очень рад, спасибо за приглашение. Израиль рискует потерпеть стратегическое поражение, если продолжит убивать гражданских лиц в Газе с нынешней скоростью. Такое заявление сделал 3 декабря министр обороны США Ллойд Остин. Это уже близко к публичному порицанию, на которое готов пойти Вашингтон, или же это демонстрация добродетелей для общественности? Я думаю, администрация, откровенно говоря, растущая риторика нетерпения, разочарования в связи с гуманитарной катастрофой в Газе и растущей в геометрической прогрессии числом смертей палестинцев, я думаю, отражает ту ситуацию, в которой находится администрация Байдена. С одной стороны, администрация с самого начала связала себя с военными целями Израиля, которые очень амбициозны. Это и уничтожение военной инфраструктуры Хамас над и под землей, освобождение заложников и уничтожение, по крайней мере, двух высших главарей, Яхии Синвара и Мухаммада Дейфа, которые планировали террористический акт 7 октября. Но в то же время администрация находится под огромным давлением как внутри, так и за пределами США. Я думаю, что они непублично дали сигнал израильтянам касательно времени. Израильтяне и их министр обороны настаивают на месяцах, а администрация США, как мне сказали в частном порядке, дала понять израильтянам, что у них есть недели. Я думаю, они еще не готовы сказать это публично. Ни один американский президент, а я работал в полудюжине администрации, как с республиканцами, так и с демократами, не хочет ссориться с израильским премьер-министром. Это неловко, это грязно, это может быть политически дорогостоящим, и, честно говоря, исходя из моего опыта, это может быть контрпродуктивным. За некоторыми исключениями, но они редки. Поэтому, исходя из того, кем является Джо Байден, и учитывая кровавую расправу 7 октября, я думаю, что потребуются определенные усилия, чтобы сдвинуть все с мертвой точки. Я не думаю, что сигнал добродетели — это правильное выражение. Я думаю, что это предостерегающие советы. Возможно, это даже предупреждение. Но вопрос в том, что предупреждение без последствий — это просто предупреждение. И они продолжают предупреждать, не так ли? Продолжают, но разве Израиль перестал слышать США? Перестал слышать? Я думаю, на взгляд аналитика это, конечно, жестко, и это неутешительно с точки зрения экспоненциального роста смертей и страданий палестинцев. Но это магическое мышление — верить, что на территории вдвое превышающей размеры округа Колумбия, с более чем двумя миллионами жителей, две трети из которых были перемещены как минимум один раз, а может и два. С плотностью населения от 18 тысяч до 21 тысячи человек на квадратную милю вы сможете достичь военных целей Израиля. Что в то время, когда Хамас использует гражданские объекты и население в качестве живого щита, вы можете достичь этих целей без нанесения катастрофического ущерба. Израиль берет эту цену в расчет? Этот катастрофический ущерб? Они будут продолжать игнорировать предупреждения? Я думаю, что израильтяне пришли к выводу, что после 7 октября и проблемы взятия заложников, которая сама по себе продолжает вызывать гнев, негодование, разочарование, не только со стороны этого правительства, которое является самым правым в истории государства Израиль, но и со стороны местного населения, существует огромная поддержка этих военных целей. 7 октября – это крайняя степень. Я наблюдал за израильско-палестинским конфликтом на протяжении двух интифат, четырех или пяти израильско-хамасовских столкновений, нескольких израильско-ливанских войн, в которых участвовали палестинцы. Этот уровень насилия превосходит все, что мы когда-либо видели, по количеству убийств без разбора, садизму, жестокости. Плюс, я думаю, что это важно и не до конца оценено, но дело еще и в том, что договор между народом и теми, кто им управляет, был в корне разрушен 7 октября. Договор, который большинство израильтян заключают со своим правительством, очень прост. Мы готовы согласиться на обязательную военную службу, мы готовы подвергать наших сыновей и дочерей опасности, с реальной вероятностью того, что они могут быть серьезно ранены или убиты, но в обмен на это вы, правительство, гарантируете, насколько это возможно, нашу безопасность и нормальную жизнь. И оно не смогло сделать. И я думаю, что эта динамика влияет. Я знаю, что израильтянам не нравится термин «месть» и «отомстить», но я не могу поверить, что если вы являетесь членом израильской разведки, на следующей неделе я беру интервью у бывшего главы Шинбет и бывшего главы Моссада. Если вы являетесь представителем разведки или израильских военных, то чувство вины за то, что вы не смогли предвидеть и оперативно в течение 12 часов отреагировать после всплеска террора, я думаю, оно не может не влиять на решимость израильтян и не побуждать их к действиям. Если вы спросите меня, являются ли для них приоритетом жизни их солдат, а не палестинских гражданских лиц в Газе на протяжении последних месяцев, ответ будет «конечно, как и большинство военных». Я расспрашивал военных, американских военных экспертов, людей, которые действительно участвовали в конфликте, генерала Дэвиса Петреуса, известного по Фалуджи и Масулу. Никто не смог найти ответ на вопрос, как сделать то, чего хотят израильтяне, не подвергая опасности населения. Разве что вообще ничего не делать. Вот такая головоломка. Я не знаю, как действовать израильтянам. Но есть значительная обратная реакция среди политических назначенцев. В ноябре 500 чиновников администрации Байдена из примерно 40 министерств и ведомств обратились к президенту с письмом, в котором выразили протест против его поддержки Израиля в войне. Это же редкость, чтобы столько людей решили выразить возражение по ключевому вопросу внешней политики. Это поразительно, Тим. Скажу, что я проработал в Госдепартаменте 25 лет при полудюжине администрации, при республиканцах и демократах. Я не был в администрации во время войны во Вьетнаме, но должен сказать, что никогда, никогда не видел такой степени внутренней сумятицы. При этом политических отставок не так много. Мы не говорим о цунами протестов, которые приводят к отставкам. Когда госслужащий, безусловно, политический назначенец, рассматривает возможность отставки по принципиальным соображениям. Для этого нужно большое мужество. Мы этого не видим. Но мы видим на уровне персонала, Конгресса, Белого дома, Госдепартамента, агентства США по международному развитию, не говоря уже об общественном давлении, которое оказывают прогрессивные демократы, и даже демократы центристского направления. Если бы все это происходило в октябре 2024 года, я думаю, это оказало бы очень значительное влияние на выборы, где разрыв обещает быть небольшим. И это влияние может сохраниться, ведь до президентских выборов всего год. Верно, хотя вы знаете, в американской политике мне иногда приходится напоминать себе, что год — это целая вечность. У избирателей, республиканцев и демократов, а также независимых избирателей, будет достаточно других вопросов, таких как экономика, например. Так что, кто знает, я не готов определять. И я думаю, что даже люди, следящие за американской политикой в мельчайших подробностях, не смогут вам этого предсказать. Но если застыть в моменте прямо сейчас, я не могу не представить себе молодых американских избирателей, американцев арабского происхождения. Мичиган — критически важный штат, город Дирборн. Там много гнева, разочарования, и они направлены не только против израильтян, хотя и тут все часто приобретает гораздо более мрачные формы, такие как антисемитизм. Но это также гнев на администрацию США, и это то, что движет, думаю, по крайней мере, общественными настроениями в рамках этих проявлений. Господин Миллер, что бы администрация не делала, чтобы успокоить беспокойство в своих рядах по поводу политики в отношении Израиля? Похоже, существует огромная пропасть в американском и израильском видении будущего. 2 декабря вице-президент Камала Харрис прямо заявила о том, что Израиль говорит о создании буферной зоны безопасности между газой и Израилем. По ее словам, США не допустят перекройки границ газа. Это просто более жесткие слова? Или теперь это выглядит как незыблемая красная линия для Вашингтона? Ну, вы знаете, администрация четко перечислила 4 или 5 нет связанных с постконфликтной ситуацией в секторе газа. Газа не будет использоваться в качестве платформы для террора, не будет принудительного переселения населения, не будет сокращения территории. Газа и Западный берег представляют собой своего рода единое целое и предполагаю, что план создания двух государств, который является взглядом администрации США на то, как все должно закончиться, все еще очень актуален. Я думаю, что существуют разницы между представлением администрации о том, что не должно быть сокращение территории и намерениями Израиля. Но мы не знаем, даже Пифия, Дельфийский оракул, гадая по лучшим козьим внутренностям, не смогла бы сейчас сказать вам, Тим, чем все это закончится. Но одна вещь для меня предельно ясна. Никаких речей типа миссия выполнена со стороны армии обороны Израиля не будет, и они не покинут газу без переходного механизма, ведь это бы гарантировало возрождение Хамас. Там останутся исламисты, остатки исламистов и элементы Хамас. Я подозреваю, что они будут продолжать действовать и представлять собой серьезную проблему, но израильтяне не собираются просто уходить. Что они собираются сделать, так это закрепить успех, и они попытаются заверить администрацию США, что это на время переходного периода. Им необходим какой-то механизм, который будет поддерживать достигнутое, каким бы оно ни было, что-то вроде арабских сил сдерживания. Вряд ли это могли бы быть международные силы. США уже заявили, что не будут предоставлять свои силы. Вопрос, отправить ли свои силы Британия и Франция. Значит, когда Камала Харрис говорит, мы хотим видеть единый западный берег и сектор газа под управлением палестинской администрации, и палестинские голоса и чаяния должны быть в центре этой работы, этого не произойдет, не так ли? По крайней мере, в том, что касается Израиля. Давайте проясним. Мы даже не говорили о том, как это повлияет на израильскую политику. Средняя продолжительность израильского правительства с момента обретения независимости составляет год и восемь месяцев. В декабре этого года правительство господина Нетаньяху, самое крайне правое и гомофобное правительство в истории государства Израиль, достигнет своего годичного рубежа. Я не очень люблю делать прогнозы. Я не думаю, что сейчас существует механизм, позволяющий сместить Беньямина Нетаньяху. Его собственная партия не имеет опыта пожирания себе подобных. А Итамар Бенгвир и Бецалель Смотрич, два министра-экстремиста, рассматривают газу, откровенно говоря, как отвлекающий маневр, чтобы продолжать проводить свою политику, направленную на аннексию западного берега во всем, кроме названия. С этим израильским правительством невозможно создать стабильную ситуацию в Газе, не говоря уже о том, чтобы провести полноценные переговоры о плане создания двух государств. Это невозможно. Должна наступить политическая расплата. Вспомним 73-й год, войну судного дня. Там также имел место величайший провал разведки в истории государства. Была создана государственная комиссия по расследованию. Ее промежуточный отчет был представлен через несколько месяцев после войны. В нем не было указано, что правительство Голды Мейер или она лично несут ответственность. Но Мейер была вынуждена уйти в отставку под давлением общественности. Трудно поверить в то, что через год Беньямин Нетаньяху все еще будет возглавлять это конкретное правительство. Но это критический год между настоящим моментом и ноябрем 2024 года. Именно в этот период администрация США должна выработать концепцию, что делать в Газе и как повернуть ситуацию там к серьезному политическому горизонту, основанному на плане двух государств. Я знаю, что люди говорят, что этот план ушел в прошлое. Я в это не верю. Этот кризис с ужасающей ясностью продемонстрировал мне одну вещь. Израильтяне и палестинцы абсолютно не могут жить долго и счастливо в одном доме ни в рамках решения с одним государством, ни в рамках двунационального государства. Это бессмысленно. Им придется разделиться путем переговоров. Это ключ к созданию чего-то, приближенного к двум государствам с безопасностью границ, Иерусалимом, беженцами, прекращением конфликта и серьезными переговорами по всем претензиям. И я бы утверждал, что США все еще могли бы быть эффективным посредником. Но палестинцы не считают их честным посредником, не так ли? И если Израиль продолжит игнорировать требования Белого дома, не начнут ли США выглядеть довольно слабыми на международной арене? Когда речь идет об Израиле, разрыв между нашими словами и действиями всегда был более или менее похож на Большой каньон. Но вы, как и я, помните 1956 год. Эйзенхаур пригрозил санкциями, если израильтяне не выведут войска с Синая. Они вывели. Рональд Рейган задержал поставку самолетов F-16, когда Израиль распространял административное право на голландские высоты. И так есть инструменты, которые Вашингтон может использовать. Я считаю, они должны установить рамки, публичные рамки, в которых Соединенные Штаты четко, недвусмысленно и публично заявят о том, что, по их мнению, должно измениться. Я не думаю, что это будет задачей для нынешней администрации Байдена. У них будет мало времени. Но если президент будет переизбран, вы можете увидеть серьезные усилия во время второго срока. Здесь понадобится лидерство. Израиль с этим правительством сейчас не способен вступить в серьезные переговоры. И палестинцы Махмуд Аббас, четырехлетний срок которого уже перевалил за 19 лет, также не заслуживает доверия после отмены выборов в 2021 году. Палестинцы тоже не способны принимать такого рода решения. Так что в этом и заключается проблема. По вашему мнению, в какой степени Вашингтон должен дистанцироваться от спорных методов, которые Израиль применяет на поле боя? Я имею в виду, например, как вы относитесь к обвинениям в том, что Израиль применяет коллективное наказание к жителям Газы? Ну, я думаю, что блокада, которая была первым действием, предпринятым израильтянами после всплеска террора 7 октября, легко может быть истолкована именно так. Что касается вопросов различия и пропорциональности, которые являются двумя ключевыми правовыми концепциями международного гуманитарного права, я думаю, что, несомненно, нужно быть оторванным от реальности, чтобы сделать любой другой вывод, кроме того, что израильские правила применения вооруженной силы расширились. Даже если вы верите данным Хамас, палестинского Минздрава, и, кстати, сегодня я впервые узнал, что их цифры включают не только гражданских лиц, но и комбатантов. Между ними не делают никакого различия. Но даже если вы считаете, что их данные сильно завышены, речь все равно идет об экспоненциальном росте числа погибших палестинцев, и это необычно. Вы думаете, администрация Байдена боится критиковать Израиль? Вы помните, что случилось с Джимми Картером? Его нещадно преследовали после того, как он раскритиковал Израиль за политику на оккупированных территориях. Не так ли? Да, но это Джимми Картер, и я очень уважал его за то, что без него не было бы египетского мирного договора. Но Джо Байден это не Джимми Картер. Джо Байден единственный среди американских президентов человек, который до мозга костей, и на протяжении почти всей своей карьеры яростно выступает за Израиль. Он считает себя буквально неотъемлемой частью израильской истории, и он общался с каждым израильским лидером на протяжении десятилетий. Нет, Джо Байдену нет равных в плане поддержки Израиля. Вопрос в том, можно ли использовать эту поддержку не только для того, чтобы вести неудобные разговоры, но и для того, чтобы в какой-то момент сказать Беньямину Нетаньяху «хватит». Потому что это вредит репутации США, поскольку их союзник делает то, что делает Нетаньяху. Я думаю, что это, безусловно, ключевое соображение, что касается израильтян. Пришла ли эта администрация к выводу, что верить в то, что Израиль может достичь своих целей, не причинив огромного вреда палестинскому населению, это магическое мышление? Я не знаю. Однако я думаю вот что. Без Джо Байдена не было бы освобождения заложников, без Джо Байдена не было бы гуманитарной помощи в Газе. В этом нет никаких сомнений. Но в любом случае ее не так много, не так ли? Нужно больше. И за последние 48 часов, как я понимаю, израильтяне под огромным давлением администрации согласились, при том, что их оперативный темп на юге увеличился, увеличить и объем гуманитарной помощи. Но никакой объем гуманитарной помощи, который уже пропустили, не может даже начать справляться с гуманитарной катастрофой, которая происходит. А ведь есть еще и зима. И я просто не знаю, как совместить эти две вещи, Тим. Я действительно не знаю. Если бы я был частью нынешней администрации, я не уверен, что посоветовал бы. И был бы этот совет воспринят всерьез, потому что не понимаю, почему у администрации не оказалось рычагов влияния. И это часть проблемы. Вашингтон не может предложить израильтянам убедительную альтернативу достижению их военных целей. И Джо Байден одобрил эти военные цели. Речь 10 октября, которая заложила основу. Быстрая, всеобъемлющая и решительная. Думаю, именно эти три слова использовал президент, чтобы сказать. Вот как Америка подошла бы к этой проблеме, если бы то, что случилось с Израилем 7 октября случилось с Соединенными Штатами. Быстро, всесторонне и решительно. У меня нет ответа на этот вопрос. Я с готовностью признаю это. Может быть, я недостаточно умен. Я просто не понимаю, какой будет развязка, в какой момент администрация сможет сказать, хватит. Я не знаю, сколько времени потребуется израильтянам, чтобы достичь своих целей. И смогут ли они вообще их достичь. Как вы думаете, какой Израиль появится в результате этой войны? Мы видим продолжающееся насилие со стороны поселенцев против палестинцев на западном берегу реки Иордан. Несмотря на предупреждение Байдена о необходимости прекращения насилия, никаких мер по его прекращению не предпринимается. Также поступают сообщения об арестах, лишении работы, о допросах тех, кто не согласен с войной. Как вы думаете, в какую страну, если очень коротко, превращается Израиль? Вы знаете, мне не хочется выступать в роли судьи. Единственной хорошей новостью этого периода ужасов является тот факт, что судебная реформа умерла, а попытки Беньямина Нетаньяху и его экстремистки настроенных министров переставить политическую мебель в Израиле и сделать правление большинства без какой-либо защиты меньшинств провалились в один день. И недели протеста убедили меня в том, что у нас этого, конечно, не произошло бы из-за демократического устройства. В течение сорока с лишним недель сотни тысяч израильтян выходили на улицы, добиваясь сохранения того Израиля, которого они хотят. Гуманистического, либерального, демократического Израиля. Конечно, оккупации противоречат этому образу, но я думаю, что большинство людей в этой маленькой стране с населением в почти 10 миллионов человек, два миллиона из которых палестинские граждане Израиля, именно такой хотят видеть свою страну. Я убежден, что этот кризис, даже несмотря на то, что многие военные кризисы приводили к еще большему движению вправо, что в конце концов страна выберется из этого. милитарные кризисы приводили к даже правоцентрическому правительству. Да, не будет левого или левоцентрического правительства, Тим, оно будет правым. Но будет ли оно правоцентрическим, будет ли оно ответственным, будет ли оно готово признать реальность того, что без политического решения израильско-палестинского конфликта и прекращения израильской оккупации не может быть настоящей безопасности. Хотелось бы думать, что так оно и будет. Арон, Дэвид Миллер, вы могли бы продолжать еще долго, но у нас закончилось время. Спасибо за участие в программе, рад был вас видеть. Тим, спасибо, всего хорошего. Спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok